Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого сериала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да нет, конечно. Чё, синяк подзаборный, что ли? Бомж какой. Да не, ну я не совсем это имел в виду-то. Ну можно и одному выпить. Ну когда там у тебя? Ну мало ли, ну например. Или как... Ладно, не напрягайся. Не могу я больше пить один, понимаешь? А выпить надо. Значит так, я отпрашиваю тебя у Быкова на весь день. Ты составляешь мне компанию. Ну и... Согласен? Конечно согласен. Вот. На обед суп из брокколи и рис на пороге. А на поле обезжиренный творог и яблок. Ой, ну какой творог? Ну чё, это еда что ли? Здоровый мужик, мне мясо нужно. Сёма, по результатам анализа ты не очень здоровый мужик. Ладно, ладно. Сёма, и я тебя прошу, не кури. Да что ж такое-то? Сколько можно, Оль? Ну чё, я не понимаю что ли? Сказал, что бросил, значит бросил. Чё, не доверяешь мне? Если бы не доверяла, то не решилась бы заводить с тобой детей. Вы уж проконтролируйте его, пожалуйста. Хорошо? Конечно проконтролирую, не переживайте. Я всё прекрасно понимаю, как врач и как женщина. Он мне ни одной затяжки не сделает. Любаня, ку-ку. Главное, Люб, иду по коридору, смотрю, стоит. Такая важная вся, в халатике это, прям бизнес-леди. А чё ты здесь делаешь-то, а? Ты навещать что ли кого-то приходил? Вообще-то у нас никто с циррозом печени не поступал. Да ладно, Люб, год прошёл, а ты всё злишься. Действительно. А чё это мне злиться-то? От меня ж каждый день, мужики, ради пьянки-то уходят. Ну ладно, Люб, перестань. Я ж завязал. Три месяца ничего, крепче кефира. Работать устроился, теперь у вас вот. Работаю водилой на скорой каждый день за баранкой. Молодец. От меня чего хочешь? Ну, я ж не пью, работаю. Ну, может, нам снова попробовать. Федя, ты чё несёшь-то? Чё это попробовать-то? Ты чё думаешь? Я тут сидела год, тебя ждала? Проехали! У меня уж давно другой. Так что топай, топай отсюда, пока он тебя не увидел-то. Ну, что случилось? Куда я пошёл? Что я делаю? Ты следишь за мной? Да. Нет. Варя! Всё, ну, обещаю, что Оле не скажешь. Варечка, ну, обещаю, конечно, обещаю. Оля попросила меня проконтролировать, чтобы ты не курил. Чего? А зачем ты с собой сигареты носишь? Я не ношу с собой сигареты. Я просто забыл их выложить. Отдай их мне. Мне так спокойнее будет. Так. А высушишь, можешь меня? Смотри, Настя, человек капитана обмывал. Хорошо, хоть не полковника, там звёздочка в два раза больше. Так, бери это, не зажди, Глеб. А что случилось? Что случилось? Мы с ним поссорились вчера, психанул, ушёл и дома не ночевал. А сейчас вообще трубку не берёт. Я даже не знаю уже, что думать. Ну, вдруг с ним что-нибудь случилось? Да перестань ты! Это Шаманенко! Если что-то и случилось, то из-за него, а не с ним. Ну, Андрей, ну я серьёзно! Ладно, сдаюсь. Звонил Купитман, попросил одолжить одного сына главного врача. Ну, я отпустил, не подумав. Теперь жалею, мучаюсь, места себе не нахожу. Как же я без него управлюсь-то? Сигарету? Спасибо, друг. Я не курю. Ну, ты же крепкий должен быть. До утра по клубам тусуешься. Я поеду. Ты же сам рассказывал, как текилу самбукой запивал. Потом за руль садился. Вставай, Романенко! Знал бы, что так быстро отрубишься, Лобанова бы отпросил. Нет, это уже ни в какие вороты не лезет. Лобанов, ты чё? Ты же мужик. Мужик сказал, мужик сделал. Извини, сигаретку не будет? Да иди, конечно. Бросаешь? Угу. Слушай, а ты же из этого отделения вроде? Да. А ты, слушай, я мне в курсе, Люба, старшая сестра, сейчас с кем, ну, это, крутит? Ну, в курсе. Павел вся в больнице в курсе. А чё за мужик? Мужик? М-м-м, серьёзный или так? Очень серьёзный, даже с перебором. Пойди, значит, может, его ломить. Ломить? Боря? Ты чё, он же этот интеллигент. Очкарик седьмого поколения. Ломить вряд ли, а чё? Э-э, ничего. Я просто так. Интересно. Спасибо. Ну, давай. Давай. Ломанов, ты чё делаешь? Ты же сказал, что бросил. У тебя же железная сила воли. Всё, Ломанов, теперь я точно с тебя глаз не спущу. Давай как без угроз, ладно? Ну чё, Люба, как это твой? Не приходил ухажёр? Хоть бы увидеть его, познакомиться. А ты, Федя, что, с первого раза не понимаешь, да? Наоборот, Люба, я как раз всё очень хорошо понял. Я тебя уже один раз по собственной дурости потерял, так что теперь, Люба, теперь. Короче, пошли знакомиться. Знакомиться, говоришь? Да. Сейчас. Предложение, конечно, заманчивое. Ты, женщина, видная, тюкстенная. С опытом, с фантазией. Но я вынужден отказаться. Ты ярко выраженный сангвиник, а я холерик. Не уживёмся. Андрей Евгеньевич, помогайте. Он не отстанет. Не Левина же ему подсовывать, а? Сань, понимаете? Да, дилемма. С одной стороны, было бы очень забавно увидеть эту встречу. С другой стороны, позволить Левину пробездельничать три недели на больничном, значит, сделать ему шикарный подарок. Шикарный, незаслуженный подарок. Ладно, пойдём. Ты у себя? Да. Сейчас зайду. С еще. Маслуженный подарок. Сейчас зайду. С развод. С passой. С паузой. 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 Привет, а ты Романюка не видел? А, привет. Нет, что-то он мне сегодня не попадался. Что значит не попадался? Ты же его на весь день у Выкова отпросил. А, ты уже в курсе? Ну да, мы еще вчера с ним об этом говорили, но что-то до сих пор его нет. Господи, как я устала, а. Как я устала. Ну, где он может быть? Говорю, а, не бережет он мать, ведь мог бы позвонить. Ладно, если увидишь его, скажи, что я его искала. Обязательно передам. Вот она, родимая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, здорово, очкарик. Ты, что ли, Любкин хахаль? Привет. Послушай меня, жертва хаотической репликации хромосомы. Инстинкт самосохранения — это базовый инстинкт, присущий любому существу. Как же ты его отключить-то умудрился, когда мне эту фразу говорил? Ну как, я же с тебя пинцетом нити ДНК повыдергиваю, и ты у меня по швам расползёшься. Я у тебя пункцию из такого места возьму, о котором ты даже не догадываешься. Как, впрочем, я осмысляю слово «пункция». Послушай, я просто... Я тебя в такой пазл нарежу, что ни один травматолог не соберёт. Ты всё понял? Пятикантроп социально неадаптированный. Да. Тогда ползи в свою пещеру, пока твои искалечены алкоголем. Мозг не вскипел от переизбытия информации. А, да, забыл. Запомни, дубина, Люба, моя женщина. Ещё раз рядом увижу, убью. О, Левин, чё это у тебя с лицом-то? А, дай-ка догадаюсь, ты, наверное, всё слышал. И теперь тебе требуются наши объяснения. Согласен, ситуация-то идиотская. Ладно, пошли. Ничего, Глебушка, держись. Чуть-чуть осталось. Сейчас мы тебя прокапаем. Как огурчик будешь. Твою мать, извинили. Романенко не появлялся? Нет. Слушай, понимаешь, его нигде нет. Его нигде нет. Я уже всем звонила, никто ничего не знает. Я чувствую, с ним точно что-то случилось. Да, брось ты. Встретился с друзьями, выпили как следует. Сейчас отсыпается где-нибудь. Ужас, я так этого боюсь, он же совершенно не умеет пить. Да ты что, правда? Да, совершенно не умеет пить. А что это у тебя? У тебя что, умер кто-то в отделении? Да. В кожно-венерологическом? Представляешь, бывает и такое. Редко, но бывает. Чего ты сам-то? Санитаров, что ли, нет? Настя. Эй, вы, двое, идите-ка сюда. Труп надо в морг отвезти. Анастасия Константиновна, ну какие проблемы, ребята? Я сам. Так. Что значит сам, Иван Натальевич? Ты заведующий отделением. Давайте, давайте, бегом. За что вы зарплату-то получаете? Облинились совсем? Настя, ну мне совсем не сложно. Да перестань. Слушай, ты знаешь, что скажи мне? Вот когда он тебе звонил, он как вообще спокойно с тобой разговаривал. А у вас есть сигареты? Нашли место, где стрелять. Эй, вы чего? Отдайте. Новые правила больницы. В туалет с сигаретами нельзя. Проходите на выходе, отдам. Ну что вы? Мужик, сигареты есть? Нет, пока нет. При входе сигареты даем. Ага. Сигареты? Ваши сигареты. Потом отдам. Дай сигарету. Нету. Так, сигареты. Мужчина. Сигареты есть? Сигареты. Сигареты. Давайте. Ага, потом отдам. Курить есть? Спасибо. Черномус, ты вообще офигела? Ты что тут за шмон-то устроила? А с тобой по-другому нельзя. Ты сам вообще ничего не понимаешь? Чего я не понимаю? Все я понимаю. Я взрослый человек. Если я хочу курить, я буду курить. Твое какое дело? Такое. Тебе еще детей делать. Мне с тобой их что ли делать? Иди вон этого, Романенко контролируй. Он тоже курит. А при чем здесь Романенко? При том. Я сам разберусь. Понятно? Давай сюда пачку. Не дам. Я сказал, давай сюда пачку. Быстро. Учти, Лобанов. Ты только что променял семью на сигареты. Это возбудительно. То есть вы считаете, что Левин не может постоять за себя и свою женщину? Думаете, я сам не могу разобраться? Ну и что, что он больше, чем я? Подумаешь? Подумаешь, между прочим, как говорил Лобанов, чем больше шкаф, тем громче падает. Все, все, Левин, спасибо за красочную аналогию. Ты страшен в гневе. Ты доказал, что можешь и сам со всем справиться. Вот именно. И с Федором я сам поговорю. По-мужски. Хорошо, хорошо. Ты меня извини, Боречка. Что-то мне подсказывает, что этот разговор может очень плохо кончиться. Не бойтесь. Ничего я ему не сделала. Вот этого-то я и боюсь больше всего. Левина, что я не помню. Какая Elite Ходил? Ты где мой пациент? Где? Мы его это, в патанатомию увезли на вскрытие. Куда? В патанатомию. С ним точно что-то случилось. Я мать, я чувствую. Железный долг. Я никогда не знал, что против него возразить. А вдруг он под машину попал? Так это невозможно. Он же пешком не ходит, а ездит на джипе по пулькой подаренным. Ну да. А вдруг его ограбили? А вдруг у него украли деньги? Телефон? Машину? Я не понял, ты за что больше переживаешь? За сына или за имущество? Анастасия Константиновна, звонит из ПАД Анатомия. Соединяйте. Анастасия Константиновна, к нам только что вашего сына привезли. Но вы не беспокойтесь, он просто очень пьян. С этого начинать надо было, женщина! Сем, ну где ты ходишь? Твой рабочий день закончился 15 минут назад. Оля, это у вас у юристов. Рабочий день заканчивается по часам. А я врач. И я всегда на работе. Даже когда... Ну ладно. Все, опять завел свою пластинку. Ну-ка подожди. Всем ты что курил? Всем ты же обещал. Ну да, покурил одну, последнюю. Оль, ну что ты сразу, ну правда последнюю? Ты так уже говорил. Я не так говорил. А как ты говорил? Я не знаю, я не помню, как я говорил. Закрыли эту тему. И тут я начинаю подозревать, что диагноз поставлен неправильно, и процедуры назначены неверно. Опа! А с кем мы тут под ручку ходим? А где этот твой хромосом? Вас, Федор, ввели в заблуждение. На самом деле, я являюсь настоящим и единственным молодым человеком Любы. Чего? И я бы вас попросил о недопустимости каких-либо поползновений с вашей стороны. Надеюсь, вы меня поняли. Конечно. Люба, это, вот это твой мужик, что ли? Люба, да у тебя к нему материнский инстинкт, а не любовь. Где ты его нашла такого? Я бы вас попросил. О, видишь, мне даже его трогать не придется, ты сама сбежишь от него. Да что вы себе такое позволяете? Пойдем, Боренька, что дурака слушать? Пойдем, Боренька, пойдем. Боренька, Люба, через неделю будешь моя. Ну, это уму непостижимо. Средь бела дня у меня под носом, а? А то, что это больница, им вообще наплевать. Настя, ну мы чуть-чуть, понимаешь? Ну, чуть-чуть. А это он ирисками отравился, да? В общем так, если еще раз у меня в больнице кто-нибудь будет пить, то этот кто-то... Решится папиного джипа. Да. То есть нет. Быков, ты что лезешь? Ты, между прочим, тоже виноват. Это ты его к Купитману отправил. Уя-уя. Тогда и ты виновата. Ты его родила. Я вижу все. Я надеюсь, меня все услышали. И с сегодняшнего дня у нас в больнице сухой закон. Сухой закон это смерть для Купитмана. Настя, ну давай не будем кипятиться. Ну я, конечно, виноват. Но давай рассуждать трезво. Слышишь, Раваненко? Мы тут трезво рассуждать собрались. Присоединяйся. Иван Натальевич, такой дерьмами не выкупывай, никому хорошо. Можешь на меня положиться? О-о-о-о! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Центр Милана. Настя, привет. У тебя тридцать секунд, чтобы ты успела сказать дежурную глупость, и я пошел. У меня обход. Завтра ты летишь на конгресс в Милан. Все, можешь идти. Давай как. А кого нужно за это убить? И потом, у нас же Купитман все время летает. Так вот именно. Купитман всегда у нас летает, а ты ни разу не был в Милане. И вообще в этом году ты очень много работал. Ты устал. Ты устал? Да. Вот, ты устал. У тебя интерны. Я считаю, что в этом году эту поездку заслужил ты. Ну, ты же ничего так просто не делаешь. В чем подвох? Какой подвох, Быков? Я вообще не понимаю, ты что против? Если так, так ты скажи. Знаешь, сколько желающих улететь в Милан? Только свистни. Да нет, я согласен. Только ты должна мне выделить санитара-охранника, потому что Купитман обязательно захочет меня задушить. Здравствуйте, еще раз, да. Я звонила вам минут 10 назад, и я хотела бы подтвердить бронь на Быкова и Кисегачи. Да, 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 да. Люкс с двуспальной кроватью. Ну, конечно же, приеду. Тем более, что там будешь ты. Ну, все, милая, все, солнышко. Давай, завтра уже скоро. Целую тебя, целую. Привет, Андрюша. Я быстро. Так что тебе привезти из Милана? Магнитики или что-нибудь подороже? Чтоб ты себе выбыл? Магнитики, чтобы не напрягать друга. Ну, хочешь магнитики, будьте магнитики, потому что на этот раз в Милан лечу я. И телефон солнышка можешь мне отдать. Тебе-то он не пригодится, а мне, глядишь, где и посветит. Это моя поездка. Я уже все спланировал. Приказ начальства. Я ничего не мог сделать. Ну, появился в моей жизни бывший. И что такого? И вообще Федя ничего не светит. Так, он уже Федя. Боря, ну ты не заводись. Боря, ну ты сам подумаешь. Ну, что ты? Ну, кто он и кто ты? И вообще он здесь больше не появится. Привет, Любушка. Это тебе. Шикарные цветы для шикарной женщины. Че это? Че, цветы давно с утра не дарили? Или не нравятся? Почему не нравятся? Нравятся, красивые. Вот пойди и поставь их в воду, а то завянут. Люб, ничего такого. Просто цветы. Поставь. Все. Рыбка на крючке. Как вы смеете? Любовь Михайловна, моя женщина. Было ваше, станет наш. Между прочим, Любе больше нравятся ромашки. Она мне сама говорила. Ромашки. Ты бы меньше зарабатывала, ей бы вообще укроп нравился. Вон, смотри. Здорово, Сём. Здорово. Осторожен только. Че случилось-то? Урод один в подъезде живет. Ну, всю ночь у него сигнализация орала. Ну, и че? Ну, ничего. Вышел с утра на работу, а мразь там в машине ковыряется. Ну, дал ему справа. Чтобы это... В следующий раз отключал сигнализацию. С человеком же всегда поговорить можно. Хотя попытаться. Тебе надо, ты и пытайся. У меня другие методы. Ну, ладно. Хорошо, хоть морду не двинул. Настя, что за дурацкие шутки? Это моя поездка. Я всегда ездил. Ну, слушай, то, что ты ездил раньше, это не означает, что это твоя поездка. Вообще, почему ты ко мне врываешься? Ты не должна была отдавать её Быкову? Это моё решение. Ты уже ничего не изменишь. Так. Протежируем своих любовников, да? Купитман, ты не обнаглел часом? Что за разговоры? А что, я не прав? А тебе не кажется, что Быков заслужил ту поездку? Потому что он пашет, как проклятый. И у него отпуск, чёрт знает когда был. А ты вместо того, чтобы порадоваться за друга, слюно здесь брызжешь. Вообще, марш из моего кабинета. Я тебя видеть не хочу. О, ромашка нарисовалась. Ну что, сейчас будешь с Любой прощаться? Или, может, до вечера подождёшь? Я со своей женщиной расставаться не собираюсь. А ты цветами, любовь, любови, Любину, любовь не купишь. Тем более, что от цветов через пару дней ничего не останется. А вот это вечная ценность. Спирт, что ли? Хм, пошло и не смешно. Вот известно вам, что там такое? Нет. Энциклопедия вирусных заболеваний. Последнее издание. Как на хрена энциклопедия вирусных заболеваний? Капусту придавливать? Женщинам нужно что-нибудь такое про любовь. Такая в розовой обложке, что там целовались. Ну, наподобие той, которую я ей только что подарил. Люба эту низкопробную билетристику даже читать не будет. Любасик! А, что? Съел. Боря, а что там у тебя? Это? Это тебе. Капусту придавливать. Ой! Тьфу! КОНЕЦ Твою мать! Вот так, Роман Ильич, двух метров, понимаешь? Я вообще охренел! Может быть человек не специально? Да как не специально-то? Ну ни хрена себе не специально! Ну давай сейчас вытащу, тебе покажу, скажу, я не специально. Нормально будет? Это больной человек, он не контролирует свои действия. С ним надо поговорить, объяснить ему, он все поймет прекрасно. Да не о чем с такими разговаривать вообще! Их учить надо! Физически, понимаешь? Сёма, вот хочешь, давай поспорим. Я сейчас пойду с ним поговорю нормально, без наездов. И он придет еще извиниться. Спорим? Спорим! Только не на деньги. Да на пиво, на пиво. Андрушенька, есть новости. Ты чего, Настя что-нибудь наплел, чтоб самому полететь? Андрушенька, ну как ты мог такое подумать? Я наоборот за тебя очень рад. Да? Ну и что это тогда за новости? Я тут поднял кое-какие справки и выяснил, что путевка в этом году не одна. Их две. Понимаешь? Так, а кто второй? Вот в том-то и дело. Это явно кто-то из заведующих отделениями. Но заметь, пока это не я. Пока? Ты что-то задумал, Купитман? Андрушенька, ну сам посуди, ну зачем тебе в Милане какой-нибудь хмырь? Ну вот этот вот Гончаров из реанимации, он же в аэропорту еще нажрется, и ты потом будешь его таскать все время. Или этот Алёхин из хирургии, у него уже, пардон, постоянный метеоризм. Или этот… Купитман, остановись. Я все понял. Что я должен сделать? Значит так, все очень просто. Ты приходишь к Кисегач и говоришь… Либо я еду в Милан с Купитманом, либо не еду туда вообще. Андрей, ну почему? А потому что я не хочу ехать туда с каким-то ушлепком. Выбирай! Ну, Купитман! Запоминай, главное сразу задавить его логикой. Так, чтобы он сломался, чтобы сам согласился, что он не прав. Смотришь в глаза, говоришь четко, не мямлешь. Так, ты кого слушаешь? Слушай сюда. Набычился, подошел, из-под бровей посмотрел, скулами поиграл и резко так. Слышь, барбос, еще раз я тебя здесь увижу, нос в голову затолкаю. Левин, не слушай, ты должен его загрузить. Так ему все разложить, чтобы у него голова взорвалась, чтобы он сам не понял, почему он не прав. Ребят, вы так всю жизнь будете разговоры разговаривать. Наехал. И если он чего-то не понял, бей жестко, чтобы одного раза хватило. Главное объяснить внятно. С размаху. Без нервов. С оттяжечкой. Уверенно. В табло. Стоп, я выбрал. Тактика Глеба мне больше подходит. Сем, ну прости, мне привычнее как-то головой работать. Спасибо, Глеб. Ну что, Сем, один ноль, и с этим твоим поговорю два ноль будет. Поговори, поговори, птица говорун. Ну вот представьте, идете вы с девушкой по парку, и тут такое чудо с орудием наперевес выскакивает из-за кустов. Приятно вам будет? Нет. А у меня нет девушки. Ага. Ну так конечно. Откуда она у вас появится? Вам надо научиться себя контролировать. Понимаете? Да, конечно, доктор. Понимаю. Очень даже понимаю. Понимаю. А вот что мне сейчас делать с доктором Лобановым? Он у нас, знаете, какой впечатлительный? Вот он сейчас сидит один в ординаторской и плачет. Да, доктор. Мне очень стыдно, понимаете? Я сделать ничего не успел бы. Так и он не успел. Слава Богу. Значит так, мальцы. Сейчас идем к доктору Лобанову. И вы перед ним извиняетесь. Хорошо, хорошо, доктор. Хорошо, хорошо, хорошо. Все было как на автомате. Вот так ему и скажете. Ага. Ну пойдем. Пойдем. Вы, если почувствуете, что вот-вот сорветесь, прям резко зажмурьте глаза, досчитайте до пяти, сделайте вдох и все. У меня друг йогой занимается. Говорит, что так помогает сосредоточиться. Спасибо, доктор. Спасибо, спасибо. И обязательно попробую. Эй, эй, Семен, подожди. Подожди. Ну что, вообще без проблем. Человек послушал, понял, что неправ. Больше этого никогда не повторится. Так что спрячь-ка кулачки и развивай речевой аппарат. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что делаете? Я не знаю, доктор. Извините, все так быстро получилось, я сам не понял. Нормально поговорил. Проблем вообще ноль. Ты зачем надоумила Быкова поставить этот глупый ультиматум, а? Какой ультиматум? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? Так вот ты его уговоришь отказаться от этого идиотского решения, понял? Как? Сказать ему, что я не хочу ехать в Милан? Ну придумай что-нибудь. Зачем? Я очень хочу поехать в Милан. Так, Купитман, ладно. Второй человек это я. Я лечу с Быковым, понимаешь, я. Чтобы провести с ним какое-то время наедине. А если он об этом узнает, естественно, он откажется. Начнется его старая песня об обязательствах, отношениях, о том, как он всего этого не хочет. А тут какой-никакой сюрприз. Ну, в общем, я это знал. Как это ты знала? Откуда? Я обзвонил всех заведующих отделениями, и когда выяснилось, что никто из них не летит, вывод пришел сам собой. Извини. Я надеюсь, ты ни с кем своими выводами не делился? Нет, ну что ты. Слава Богу, Господи. Ну, правда, есть одна небольшая проблема. Теперь всем заведующим интересно, кто же все-таки летит с Быковым. Купитман, ну что ты за человек? Ну что ты наделал? Тебе плохо? Может быть, воды? Коньяк есть? Ты же сама его конфисковал. Не молодой человек. Поскольку вы все еще здесь, может быть, уделите мне минутку вашего драгоценного времени, а? А? Ага. Неуважаемый, вот вы кто? Вы понимаете, что вы прошлое Люба, а я ее настоящая? И будучи настоящим Любы, я не позволю никакому прошлому вмешиваться в наше будущее. Чего? Вы себе отдаете отчет в том, что вы здесь зря появились, и вам ничего не светит. Потому что если бы светило... Слышь, светило! Хорош! Если бы все сказал, то я пошел. Стоять, барбос! Еще раз тебя здесь увижу, нос в голову затолкаю, понял? Так! Федя! Это что происходит? Мы шутим, а просто играем с пацаном, да? Люба, ай, 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 ай! Боря! Боренька! Все-все-все-все-все! Боря, хорошо! Все! Красавец вообще! Поговорил он с ним! Все мы хорошие, а? Слушай, а вот то, что он нашей Варечке вот богатство свое показал, это как бы он тоже не виноват, да? Глеб, не переживай, ты все правильно сделал, но просто у него с первого раза не получилось держаться. А у него и с десятого не получится, а вот если ему врезать хорошенечко, вот он тогда сразу тут же все поймет. Всем нельзя его бить, он болен. Мы сейчас пойдем с Глебом и поговорим с ним. А, ну давайте-давайте, сходите. Глеб-то не видел еще? Угу. Ну зачем ты в драку-то ввязался? Это ж не твой метод. Да не хотел я с ним драться. Я поговорить хотел. Разобраться. Угу. Разобрался? Он лучше, чем я. Он тебя знает, тебе с ним весело. И, в общем, иди лучше к нему. Так к кому идти, Боря? Нету его? Ушел он? Как ушел? Взял и ушел. Люба, я твой на руку. Я тут умрю. Умрю, Сухой! Я тут я тебя пою, Люба. Ну, чтобы седьмой шоу вообще не появлялся. Может быть понял чего-нибудь. Он подошел, извинился и сказал все. Больше не приду. Так это, эээ, мы с тобой вместе? А то. Вот все-таки разговора можно больше добиться. Вот прав был Романенко. Да. Простите меня, простите меня. Я старался очень. Больше это не повторится, честно. Ну, честно. Прекратите. Но мы знаем, что вы старались. Ну, не получилось, ничего страшного. В следующий раз обязательно получится. А вам, кстати, на ФГС пора идти. А хотите, мы с вами сходим, поддержим вас? Очень хочу, да. Спасибо большое. Спасибо. Что, охранника моему нанялись? Правильно. Я за тебя не отвечаю. Семен, мы просто решили его подержать. Не надо, я сам. Вы простите меня, пожалуйста. Я очень плохо поступил. Мне ужасно стыдно за себя. Ладно. Проехали. Главное, что понял. Ну, вот видишь, просто надо по-человечески к людям относиться. Мы ему все объяснили, и он прекрасно понял. Так что, Сема, с тебя пиво. Кстати, я чешское люблю. Глеб не надо. Семен! Это дурдом, а не отделение. Лискарик, а не рада ли победу празднуешь? Какую победу? Настя, я все знаю. Что все? Настя, ну что, я похож на пацана. Чё ты меня как сопляка-то разводишь? Чё за уловки-то, а? Чё ж, перестань, а? Ну, перестань! Ты бы хоть объяснила толком, чё добивалась, чтобы я только там узнал, и уже мне деваться некуда. Чё ты там себе напридумывала? А что я должна была делать? Сказать тебе, что я хочу провести с тобой время в Милане? Или похвастаться, что я заказала люк с самой большой кроватью в гостинице? Вот поехала бы ты после этого со мной? Ну, а ты как думала? Вот дура. Говори, во сколько вылет? Вещи там какие брать с собой? Я же не летал никогда. Чё ты ржёшь-то? Говори давай быстрее, мне нужно ещё своих этих аборигенов инструктировать, а времени в обрез. Домодедово, Домодедово, вылет в семь, встречаемся там за два часа. Гостиница какая? Ну, Милан Грант, а чё тебе, зачем? Ну, тогда залезу в кровать, посмотрю, интересно же. Слушайте, вы уж простите меня, не сдержался. Да ничего, ничего, девчонок, я вам спасибо ещё должен сказать. В смысле? За что? Ну, как же, вы когда, понимаете, как меня ударили, мне как отрезало, потом ещё 20 минут по этажам бегал. Да ладно? Да, серьёзно, и ничего. Вы все со мной разговаривали, а мне нужно было врезать. У меня пока болит, я помню. Да уж, вы только Лобанову об этом не говорите, ладно? А то он расстроится сильно. Люба, подожди минуточку, я сейчас. Парни, это, спасибо вам, там всё нормально, я все вопросы уладил. Да ты чё, и как всё прошло? Да чё, как? Я с ним поговорил, поунижал его немного, потом вижу, человечек не понимает. Ну, и пришлось ударить его разок. А чё, разок? Надо было ещё? Да ты чё, Лобанович, ему разочек хватило. Нет, ну здесь никакой любый! Чтобы здесь вообще не появлялся! Сволочь! В общем, не появится он больше здесь. А если вы его увидите, вы мне скажите, я ему ещё раз врежу. Конечно, Борь, обязательно, ты ж красавчик у нас. Борис Аркач, мужик! Борис Аркач, мужик! Борис Аркач, мужик! Твою мать! В Москве половина девятого и мы начинаем наше утреннее развлекательное шоу Разведи на секс Дозвонись до нас, разведи своего партнера на секс в прямом эфире И получи два билета на концерт Джастина Тимберлейка в Москве Итак, ждем ваших звонков Наш номер 8-900 Алло Да, я уже в отделении почти Предлагаю встретиться на восьмом за лифтом и подарить друг другу несколько минут жаркой любви Ты что, задурел, что ли, на работе? Солнце, я тебе хочу Несколько минут риска и целый день заряд положительных эмоций Нет, я не буду Давай после работы у тебя вечером У-ху! Победа! Это вам первая дорогая в Москве! Глеб из Москвы и его подруга выиграют в нашем шоу! Ты что, сейчас на радио? Романенко, на что слушали? А, извините, у нас вообще-то не принято называть фамилией Глеб, ты идиот! Привет, Анастасия Константиновна Ну, давай Делись впечатлениями Рассказывай про ваш романтический отдых в Милане Как вы там? Что-то случилось? Вань, я сегодня не в духе, совершенно... Господи! Может, потом зайдешь, да? Это сказано с поездкой, да, правильно ли? Ну, не хочешь, не рассказывай Быков! Сволочь такая! Ну, я-то думала, ну, хоть Милане будет себя по-человечески вести, так и нет Ну, ты понимаешь, ну, что ему не так? Я четыре раза сорвала голос, четыре! А ему хоть быхнуй, сиди ты дальше своей гадости картавит То есть, Быков нарезвился в сласть Ты что, думаешь, он это специально делает? Я думал, ты понимаешь? Ах, ну, конечно Тут я и смотрю, он же не упускает ни одной возможности, чтобы меня вывести Ага, радуется, значит, он, когда я на него кричу, да? Ему нравится это? Хорошо, хорошо А что хорошо-то? А я? Лучше не буду теперь на него орать Все! И чего я раньше, морду твою купитмановскую, на этих поездках не подсиживал? Это же просто праздник какой-то! Фейерверк! Ну, тише, тише! Что ты как первоклассник на салюте? Я понял, тебе понравилось Ты мне лучше про Настю расскажи Она-то как? А, Настя! Это прекрасно! Я быстро к двери и на замок! Мерзавец! А нечего за рубежом без купальника по балконам шляться? Подонок! Как она орала! Ты воверь! Все, говорю, Настя! Украли твою сумку, а там и документы, и фотоаппарат, и деньги Два часа по аэропорту бегали, искали, пока я не сознался Ваня, что там было? Она бегает, верещит, временами переходит на ультразвук Хотя, казалось бы, что такого? Обычную медузу ей подсунул Браво, 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 браво Это хорошо, что ты напоследок накураживался над Настей Наиздевался над ней Потому что впредь она на тебя кричать не будет Че это? Да потому что до нее, наконец, дошло Что ты специально ей под кожу лезешь Так что живи теперь спокойно И несчастливо Это бред, Купитман Настя даже пяти минут не продержится Даже если очень будет стараться Да Здрасте, приехали Че, самостоятельные, что ли? Тебе кто разрешал бинт снимать? Врач так на скорой сказал Через два часа снять Попросить-то не мог никого А если ты инфекцию занесешь? Давай, я тебе помогу Аккуратно О, ни хрена себе Это кто тебе так? Та тигрица Тигрица С гигантским маникюром? Да нет, правда тигрица Просто она молодая Да еще и пиротехника раньше времени сработала Вот и испугалась Так, подожди-ка Какая тигрица? Какая пиротехника? Вы вообще кто? Дрессировщик Зампешный, что ли? Ну да, Эдгард Ну извините, Семен Лобанов Очень приятно Очень люблю цирк Андрей, я тебя в последний раз спрошу, пожалуйста Не забудь, что в Миланке мы тут скупит маном Хорошо? Ты вообще слышишь меня или нет? Нет Настя, я глухой Иначе чем объяснить то, что ты сто раз мне повторяешь одну и ту же фразу? Как ты мне надоел Здравствуйте Андрей Евгеньевич, я крысу принес Поздно, змея уже позавтракала Левин, какую крысу? Я целый месяц кормил крысу геномодифицированными продуктами Чтобы доказать, что они способствуют образованию опухолей в головном мозге А сейчас я должен взять средство ее головного мозга и отправить на исследование Левин, это средство его головного мозга срочно нужно отправить на исследование У тебя что, работы мало? Что ты всякой ерундой занимаешься? Молодец, Борис Аркадьевич В больнице очень нужна ваша научная деятельность Вы продолжайте свой эксперимент, потом сделайте доклад Я думаю, что это может оказаться очень полезным для всех нас А пока он крыс будет резать, кому прикажешь мне пациентов лечить? И потом это мои солдатики, я в них играю Ты прав, это твои интерны А это моя больница Так что включи логику, или как ты там говоришь? И все? А где же вот это, быков ты самодур? И там вот все это, что я люблю Варюш, подожди, ничего, обиделась что ли? Это же шутка была Глеб, шутка, это когда смешно А то, что ты меня дурой на всю страну выставил, это не смешно Да какая страна-то? Ты всего два предложения по радио сказала Кто там что понял? Зато все посмеялись Да? Мне вот совсем не смешно было Варя, ты что ты так заводишься из-за всякой ерунды? Хорошо, если у тебя нет чувства юмора, тогда я больше так над тобой шутить не буду Почему это у меня нет чувства юмора? А я откуда знаю почему? Просто нету и все Если ты шуток не понимаешь, ты же мне сама всегда говоришь, Романенко, это не смешно Просто у кого-то шутки дурацкие, а чувство юмора у меня есть Че это? Это номер 9, ты пока пригляди за ней, чтобы никто не взял Только не открывай, а то Криков на всю больницу будет Крыса! Ты моя золотая В натуре запасная Прикинь, вот я с ним сфоткался даже Лю, прикинь, ах, крыса! Че ты орешь? Бедненькая, не бойся, не бойся Сема, а ты че, крыс боишься? Не, ну они противные просто Вон мерзкие, заразу всех попереносят Боишься, Семен, крыса Ну, взять его! Э! Ты, Романенко, дебил! Ты крысу мне Лобановым напугал! Уходите отсюда оба! Быстро! Не бойся, Бедненька, не бойся Плохие дяди ушли Так, Люба, подготовь процедурку, пожалуйста И скальпель туда новый принеси, хорошо? Хорошо Я тебе все-все-все, Боренька, сделаю за чуча Какая чуча? Я подумала, номер 9, как-то не по-человечески Поэтому теперь это чуча А, значит, чуча Чуча Ты говоришь, скальпель подготовить? Да А, нет, ничего, не надо Да я потом сам как-нибудь Хорошо Чуча Астасия Константиновна Я работаю как проклятый Я немедленно требую, чтобы мне повысили зарплату в 4 раза Невозможно Тогда в 5 или сама работай Нет, не хочешь работать, увольняйся Даже голос Не повысила змея Змея А, Настя Одинома моей совести Я решил все-таки твоего сынульку Вышвырнуть к чертовой матери Своего отделения Потому что хорек Не может лечить людей Хорек может только вонять Андрей Евгеньевич, вы знаете Вот я сейчас не готова обсуждать этот вопрос Давайте завтра У меня будет свободное время часиков сказать Вы зайдете ко мне Мы в рабочем порядке все обсудим И отчетов по наркотикам Можешь тоже не ждать Ну хорошо, я попрошу Любу Спасибо, что предупредил Что ж за хрень-то такая, а? О, Боря, привет А я вот чуть-чуть сыру принесла Она любит А где Чуча? Чуча, 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 Чуча Девочка моя Чуча, Чуча, Чуча Чуча, Чуча 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 Боря, совсем не смешно, между прочим Да это у меня просто нервное такое Чученька, ну где же ты, девочка моя? Боря, что там у тебя? Где? Там Ты моя девочка Ты моя Думаю, как моя девочка Видишь, как я в доме Боря, я тебя совсем не понимаю Кто-то мне ее подарил Кто-то сейчас хотел украсть Эта крыса нужна мне была Для научного эксперимента Ты что, ее хотел зарезать? Мою Чучу убить? Ну хочешь, я другую крысу тебе подарю? Не нужна мне другая крыса Мне Чуча нужна Я тебе ее не отдам Маньяк, иди отсюда Моя хорошая девочка Доктор Ширнаус Доктор Ширнаус Доктор Ширнаус Вот это Доктор Ширнаус Сделайте Клизму Смешно? Нет Мышка Нобка быстро метнулась в министерство И выбила для нас Все необходимое оборудование Ничего не перепутал? Я здесь начальник А я врач А не волшебник И вот с тем хламом Который стоит у меня в отделении Я людей лечить не могу Короче, заканчиваем все разговоры И чтобы завтра Это оборудование было у меня в отделении Быков Я обещать ничего не могу Но я постараюсь Доволен? Доволен Бойди! Это все Твоя территория Ты здесь глава Ты хозяин Хозяин Так, живодер Что ты здесь делаешь? Так, Люба Я решил доказать тебе Что ты не права Ты любишь свою чучу И другая крыса тебе не нужна Так? Так Ой Мы кладем чучу сюда Так Не мешай мне Пожалуйста Какая из них твоя? Ну Ты думаешь, я свою девочку не узнаю? Я ее сотни узнаю По умным глазкам Вот она, моя девочка Вот А нет Иди-ка А я не знаю У них у всех глазки умненькие Что и требовалось доказать Поэтому я сейчас заберу чучу А две остальные остаются тебе Так Но я-то свою сразу узнаю Я за ней целый месяц наблюдал Вот она Хм Нет Не она Так А Вот Вот это И это Тоже нет Так, подожди Я запутался Где моя? А Подожди Это все из-за тебя Ты посмотри, какие они хорошенькие Я вот двум новым уже имена дала Жужа и Степанида Это вообще все три мальчика Как мальчики? И чуча? Хорошо Жора и Степа Нет, это просто три подопытные крысы Точнее, две из них обычные Наверное, придется всем трем скрыть мозг Хорошо Вскрывай мозг Рученый А вот так и сделаю Понятно вам? Грымза Я? Да какой ты Настя Непробиваемая Закрылась своим панцирем И хрен пролезешь И не орет же А я тебя предупреждал Все правильно Спасибо, Купитман Ты умный, проницательный еврей А я царь Дадон Ты это хотел услышать? Чаю Хочешь? Ты что, издеваешься, что ли? Я к тебе с проблемами Настя больше на меня не кричит А я не могу без ее вот этого злобного клекота Не могу, понимаешь? Он для меня как кислород Как вот коньяк для тебя Чтобы тебе понятнее было Да ну и началась От меня-то ты чего хочешь? Ты мне должен помочь Эдгар, пойдемте Ну, в смысле, пожалуйста Помощь ваша нужна А что случилось? Ничего не помог ваш совет Понимаете, вот со страхом с этим Вот у меня ничего не получилось Нужен наглядный пример Пойдемте Вон там, в клетке Крысы, в слову! Тебе что, трудно было сказать, что у тебя там крысы сидят, что ли? Откуда я знаю, что вы крыс боились? Кто я? Я не боюсь крыс Они просто какие-то мерзкие, гадкие какие-то Вся какую-то заразу переносят Вот, вот, вот Вот, я вот тоже их не боюсь, но вот эти хвосты голые Ну, не надо только вот про хвосты Вот эти вот у меня аж мурашки по спине пошли Хорошо, потом и переключи Спасибо! Да Это снова Спасибо, моя Спасибо! Спасибо! Люба, я не смог. Да я знала, ну я знала, что так все будет. Вот ты их полюбишь. Фу, Левина, я тебе с тобой вообще здороваться не буду. А что с тобой здороваться? Ты крыс, боишься. Что сказал? Ничего, Лобанов, иди отсюда. Сейчас мы тебя чучело отравим, чучело. Лобанов. Фу, придурки, не боюсь я этих мышей ваших. Кстати говоря, Зоопашный, вот он их тоже боится. А тигров нет. Конечно, конечно. Я так же, между прочим. Иди, давай, иди в домик, иди в домик. Борь, ты с ними побудь, я им сейчас сыр принесу, хорошо? Ой. Рано радуешься. И вы тоже. Эксперимент еще не закончен. И вы не чуча, Жора и Степан. А номер 10, 9 и 11. А знаете, почему не первая, вторая и третья? Правильно думаете. Что за срочность? Варю, что случилось? Нет, Глеб. Я просто хочу тебе сказать, что ты зря пытаешься меня рассмешить. Не надо. Почему? Ну, просто дело не в том, что у меня нет чувства юмора, а в том, что с этим радио ты меня просто обидел. Я ж дала элементарных извинений. Ну, хорошо. Варечка, прости меня. Нет, Глеб. Извинений уже мало. Я хочу, чтобы ты понес наказание. Ого. Это какое? Две недели ты даже не думаешь о том, чтобы подойти ко мне насчет секса. Две недели? Две недели, Глеб. Ну, хорошо. Нет, Глеб. Ты должен сказать это громко и полностью, чтобы было понятно, на что ты соглашаешься. Хорошо. Я, Глеб Романенко. На целых две недели остаюсь без секса. Нормально? Все равно, Варечка, у тебя нет чувства юмора. Потому что две недели без секса, это вообще не смешно. О, Иван Анатольевич, заходи, дорогой, заходи. У тебя что-то подписать? Виски. Я праздную победу. Видела, что с Быковым творится? Да, видел, видел. Кажется, у тебя получилось. Ты его довела. Довела. Сейчас он бегает по всей больнице, рассказывает о том, что ездил в Милан с тобой, ну и подробности. Кстати, я в шоке. Быков. Ты вообще охренел. Сволочь такая я тебя спрашиваю. Быков, ты с ума сошел? Ты что творишь? Нет, ты скажи, я идиот. Я дурак. И я за свои поступки не отвечаю. Я тебя спрашиваю, что ты творишь? Да, супер. Молодец, девочка. Ты сейчас будешь орать в два раза больше. Потому что я никому ничего не рассказывал. Просто мне захотелось, чтобы ты на меня хорошенько поорала. Ну, раз не рассказывал, тогда чего кричать-то? Ладно тогда. Я пойду. Раз, два, три, четыре. Быков, ну столько можно! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»